Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая, последняя глава книги «Плач Еремии» в перевозе Луки Маневича, читаю её для библейского портала экзегет. Она кратко подводит итог всей книги. Она как бы заново пересказывает всё то, что было сказано в предшествующих главах. Тут и комментировать много не приходится. Но обратим внимание, что если начинается эта книга с такого абсолютного отчаяния и с ужаса от того, что Господь нас забыл, забросил, то пятая глава в форме молитвы всё то же самое излагает. То есть у нашего лирического героя, который, конечно, Еремия сам, у нашего лирического героя появились какие-то силы для молитвы. У него появилась уверенность в том, что Господь что-то изменит. Нужно только его попросить. Вот он просит. А вначале он просто говорил о том, как всё кошмарно. «О, Господь, вспомни о нас, нашей доли. Смотри, как мы поруганы. Добро наше врагам досталось, дома чужеземцам. Сиротам и отца лишились. Матери наши вдовы. За глоток воды отдаём деньги. За свои же дрова платим». Ну, то есть ничего нет в городе в осаде, а может быть уже разорён, заброшен, и там ничего не осталось. «Нам в затылок преследователь дышит. Изнурили нас не перевести духа. К Египту мы протягивали руки, а Сирию молили о хлебе. Хотели получить помощь от других держав, но ничего не получилось». И вот он очень так спокойно уже перечисляет все эти бедствия. До этого там прям был крик боли. Сейчас боль осталась, но крик стал ровным рассказом. «Наши отцы грешили. Их уж нет, а мы за грехи их страдаем». Вот в этом можно даже услышать некоторую такую нотку упрёка. Но ведь мы продолжаем иметь в виду Иеремия, причём даже не личного, а вот его поколение продолжает творить, что делают отцы. И поэтому наказание, которое накапливалось, оттягивалось, вот оно падает на нас. «Рабы господами стали, нет нам от них спасения». Вот как раз ситуация такого переворота, когда раб становится господином, она ужасна, об этом книге притчи тоже говорилось. Раб, который стал царём. «Ради хлеба рискуем жизнью, грозит нам меч пустыни. То есть приходится добывать где-то продовольствие, нападают кочевники. Кожа наша, будто бы жена на жаровне, голод её обуглил. Бесчестьят жён на сионе, дев в городах иудейских. Вожди наши повешены врагами, лишились почёта старцы. Юноши тянут жернов, отроки дрова несут спотыкаясь. У ворот городских не сидят старцы, не поют юноши. Умерла в сердце радость, хороводы сменились плачем. Упал венец главы нашей, горе нам, мы грешили. И вот это сначала, да, ладно, отцы грешили, а мы страдаем. Ну ладно, и мы тоже грешили. То есть эта книга ещё и про принятие горя, про то, что у этого горя может быть смысл. Смысл — это наказание за грехи, а наказание есть возможность исправления нового возрождения. Потому сердца истекают кровью, погасли очи. Гора Сион опустела, шакалы там бродят, храм разрушен, на горе Сион стоит. О Господь, царствуешь ты вовеки, престол твой из века в век. Почему же ты нас оставил, так долго о нас не вспоминаешь? О Господь, дай нам к тебе вернуться, и мы вернёмся. Дай нам вновь прежние дни. Неужели совсем ты отверг нас, и нет предела твоему гневу? Казалось бы, эта молитва должна быть с самого начала. Но «Плач Ереми» — очень честная книга. Человек должен пройти через это горевание, пройти через отчаяние, пройти через очень честные вопросы. Он должен выкричать, выплакать то, что у него внутри. Только после этого он может сказать спокойно. И, по сути дела, книга «Плач Ереми» — она вот ровно об этом. Она про страдания, которые может пережить человек. И, конечно, не у всех из нас родной город уничтожают вместе с его святилищем, но со смертью каждый сталкивается. В общем, эта книга как раз о том, как человек видит страшную, незаслуженную, на первый взгляд, а может быть, и вообще незаслуженную, мучительную смерть кого-то очень близкого. Он целого города. Мы обычно одного человека, или, может быть, не только одного. И как он проживает свое горе, свой гнев на эту смерть, и, как ему иногда кажется, на Господа, который все это, ну, по крайней мере, не прекращает, хотя мог бы, было это у Еремии. И как он примиряется с Господом, как он понимает, что это следствие греха, страдания. Не всегда так напрямую, как, может быть, представляют примитивные проповеди, но всегда следствие греха. И что Господь, собственно, тот, кому и стоит обращаться в этой ситуации. Господь тот, кто может ее прекратить. И то, что было сначала для Еремии источником такого ужаса и шока, как Господь может прекратить, но не прекращает, здесь, к концу книги, становится источником надежды. Господи, ты можешь это прекратить? Прекрати. Это была книга Плач Еремии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok